Наша власть негативно настроена к русским. Но я к ним скептично настроена. Серьезно? Да. Суперлюди, ну конечно же. А зачем узнаешь о русских? За ответом мы отправились напрямую к полякам. Более того, для объективности вопрос задаю не я, задает Михаил Кошер. И он поляк, поэтому давайте послушаем, что они ответили. Лично меня очень сильно удивили их ответы. Что вы думаете о русских? О русских понятия не имею. А русские как народ нормальные, по отношению к нам как народ. Но они власть России. Пьяницы. Гуляки. Гуляки. У меня такое же мнение, как у моего черного друга. Поляки не расисты? Смуглые. Я смуглый, а не черный. Первая мысль, когда мне было 10 лет, пережила такое приключение в Харькове. Я ищу ребенком в детском лагере, и у меня был друг Антон. Он был моей первой любовью. Писал мне письма. А сейчас знаете, как он? Нет. Не общаемся. Русский как русский. О, так вы говорите по-русски. Без комментариев. Что я думаю? Думаю, они нормальные люди, как и мы. Знаю нескольких русских, и с ними все хорошо. Встречались с ними в Польше или в России. Познакомился с ними, когда учился в США. Была группа русских, которые тоже там были, и о них только самые позитивные впечатления. Суперлюди, ну конечно же. У них политика отвратительная. И понятно, мы исторически в конфликте всегда. Но я часто общаюсь с русскими. Если говорить о русских, то у меня нет к ним ничего, в смысле, не думай вообще ничего плохого. Но если говорить об их правительстве, то меня немного пугает их политика. Серьезно? Да? Они мне не мешают. Я знаю, меня очень завораживает Россия. И я очень мечтаю поехать в Москву. Пока у меня не получилось, я еще не познала Россию. А нет, я же была в Петербурге. Простите, была. Значит, немного в России была. Я типа из Колумбии. Без проблем. Можем поговорить по-испански. Ты постоянно живешь в Польше? Четыре года. И умеешь говорить по-польски? Нет. Да, я думаю, это непростой язык. Да-да, довольно трудный. Что приходит на ум при упоминании о России? Алкоголь. Что вы думаете о русских? У меня нет особого мнения. Не хотелось бы выезжать на стереотипах. А вы вообще общались с русскими? С русскими и украинцами, да. Чаще с украинцами все-таки. Ну, знаю царей некоторых русских. А так особо о России ничего не знаю. Знаю, давно было обучение русскому языку. Как это говорится, принудительное. А так особо о них не знаю. Вау, а зачем это? Это наши соседи. Знаю, что мы из одной группы, а этнической. Ну и я позитивно настроена. Украинцев мы уважаем. Украинцы нормальный народ. У нас они живут, и мы их уважаем, и все с ними в порядке. То есть к украинцам и русским вы позитивно относитесь? Нет, украинцы и русские – это не одно и то же. Не одно и то же. Но если больше русских сейчас будет приезжать? Украинцев. Да, но русских тоже. Я заинтересована русской культурой, особенно русской народной одеждой. И прекрасной архитектурой в России. Например, в Москве. Только плюсы могу отметить. Мы тут с русскими не встречались. А если будут приезжать, то какой ваш настрой? Позитивный, нейтральный? Негативный. Негативный. Пусть русские не приезжают жить. У них своя огромная мощная страна. Вторая в мире после США. Там достаточно места, и зачем им к нам приезжать? Можно в туристических целях. Интересно было услышать ответ этого же дедушки, когда Миха уже спросил про русских, которые не очень в восторге от того, что творится в России. Не знаю. Если они тут для себя что-то найдут, и для нас что-нибудь будут делать, это хорошо. Ничего не имею против этого народа. Очень приятные люди. Общались с ними? Тут в Польше или за границей? За границей. В Германии я работала с женщинами из России. Много похожего. Никакой разницы между нами нет. Они очень открытые люди. Так я сказала бы. Не общались с ними? Не особо. Нет. Что думаешь о русских? Умеют лаять? Да, но не по команде. Очень хорошие впечатления оставили. О них много стереотипов, но никогда в действительности не нашел подтверждения их на своем опыте. Ты общался с ними тут в Польше или за границей? Да, в Кракове их довольно много. Реально. Встречались на тусовках, занятиях, еще на учебе и никогда не сталкивался с негативными случаями. И подтверждением этих странных стереотипов. Вообще не знаю. Я сам в Польше не так давно. Я не местный. А где вы живете? В Америке. Не знаю. В целом мне все равно. Приезжают ли они или нет. Они мне не мешают. Может, встретишься с ними и заберут тебе Москву показать. С удовольствием. Отличная идея. Слышала ли ты когда-нибудь о России или о русских? Россия, что тебе приходит на ум? Нет. Нет? А что такое Россия? Какая страна по соседству с нами? Позвоним маме, да? Что такое Россия? Это страна. Ну вот у нас тетя-эксперт по России. Ну пойдем к тете. Пошли. Тетя, ты знаешь, что такое Россия? А как я могу ответить? Как думаешь? Ну была в России несколько раз. Вау! А где? Расскажи об этом. Я была в Петербурге, в Москве, в Казани. А еще где была? В Сталинграде была. В Волгограде. Вообще у меня есть знакомый русский. Классный чувак. В Польше? Нет, нет, за границей. Такая прекрасная пара с детьми. Аж трудно не подойти. Послушай, они не наши. И она не моя. Ёшки-матрёшки, реально? Ну да. Думаю, у русских все гораздо понятнее, чем у нас тут. Наверняка. Что думаете о русских? О России? Алкоголь. Алкоголь. Да я вообще нет. Не встречалась с ними. Но, блин, я не признаю эти стереотипы. Я не ассоциирую русских с алкоголем. Конечно, нет. Язык трудный. А вообще Россия, конечно же, большая страна с немного другой культурой. Хорошо. Всё будет хорошо. А ты русский? Нет, я поляк. А зачем узнаёшь о русских? Мне интересно. Потому что интересуешь, что думают поляки о русских. Потому что... Интересно узнать, что они думают о нас. Походу, не так, как мы о них. Первая мысль, когда слышите Россия и русские. Много пьют, хорошо, веселятся. Ну, первая мысль такая. Русские более, может, спонтанные, откровенные и более эмоциональные. Думаю, поляки тоже, но поляки более сдержанные. Но мы больше похожи, чем отличаемся. Мы сейчас на службе. Хорошо, спасибо большое. Хорошего дня. Очень мне нравится русский язык. Но я не хочу сниматься. О, чёрт. Я уже сругнулась на камеру. Да мы это вырежем. Ну, хорошо. А ты учишь русский язык? Да, буду. У тебя есть друзья из России? Он из России. Ты из России? Он врёт. Он русский. Он врёт. Но серьёзно, он не хочет это признавать. Ты посмотри на него, посмотри. Ты тоже. В смоленской катастрофе в России погибли наши лидеры. Президент Лех Качинский. И это типичная вина Путина. Мы же знаем. Не хочет отдать останки. Значит, от нас что-то скрывает. К русским, как гражданам России, не имеем никаких претензий. А к власти имеем. Что думаешь о русских? Скорее, только позитивные вещи. Это всё раздуто, что нам показывают СМИ. А обычные русские люди, скорее всего, как и мы, нормальные. Думаю, они суперклёвые, как и все остальные. Зачем подразделять? Просто другая национальность. Не знаю никого из России. Трудно что-то рассказать. А то, что русские стали сюда приезжать жить, что вы об этом думаете? Ничего против не имею. Не вижу никакой проблемы. Супер. Пусть люди меняют место жительства. Не узнаёшь меня? Михаил Кошер. Привет. Привет. Я отделяю людей от правительства. С людьми нет никаких проблем. Гостеприимные любят пообщаться. Отличаются чем-то от нас? Нет, отличается только политика, как нам показывают. Ну а с людьми всё или хорошо, или очень хорошо. Стереотипно мы все любим бухать, любим тусить. Это, конечно. Чем мы похожи. Но у тех, с кем я общался, были какие-то позитивные взгляды на жизнь. Но не отличаемся мы ничем таким особенным. Такой же подход к жизни. Мы также спонтанны из тех, кого я знаю. Мне они очень нравятся. Так тебе все нравятся? Да, у меня очень тёплые к ним чувства. А знаешь кого-то? Ну, конечно же, знаю много русских. В Польше или... В Польше. Это все мои близкие друзья. Я их знаю, мне с ними нравится. Что вы думаете о русских? Да, все. Только позитивные мысли. Самые позитивные мысли, значит. А то, что теперь много русских стало приезжать в Польшу жить. Что об этом думаете? Думаю. Если они тут устроены, то все в порядке. Если сюда приедут русские, это же не от нас зависит. Зависит от нашей власти. А наша власть негативно настроена к русским. Это само собой. Это если говорить о типичных русских. Да. Мы так думаем. А как там с другой стороны? Это трудно рассказать. Как я вижу, очень мало украинцев. Очень мало. Могу сказать, у меня хороший настрой к русским и к людям с других континентов. Если они хотят жить в Польше, мы с распростертыми объятиями их примем. Конечно же, при условии, что они будут уважать наши права и свободы. Никаких предубеждений. Мы открыты для людей. Не знаю, если ничего не... Можно будет с ними пить? Конечно же. Если есть повод, мы завсегда готовы. Всегда. Понятно. Я не отличаю украинцев от русских. Для меня это одно и то же. Но я к ним скептично настроена. Скептично? Ну да, да. Были какие-то ситуации? Ситуации. Ну, разное было. Ну, привези пример. Ну, не знаю. Понятно, разные люди бывают и добрые, и вредные. И эта девушка тоже поменяет свое мнение после того, как свое мнение озвучит ее подруга. Мне язык их не нравится. Может, это с историей как-то связано. Каждый имеет право работать и заводить семью там, где ему нравится. Поляки уезжают в Великобританию и дальше на запад. Если русские хотят сюда приехать, то это нормально. Каждый живет там, где ему лучше. Мне вообще это не мешает. Добро пожаловать. Может, и Антон приедет? А может, и Антон приедет. Кто знает. Конечно же. Если они найдут тут работу, получат визу, то почему бы и нет? Конечно же. То есть вы позитивно относитесь? Да. Все будут чувствовать себя хорошо в нашей стране. Я бы не оценивала так стереотипно. Да, пусть приезжают, работают, учатся. Это же здорово. Все зависит от человека, а не от национальности, какая там у него. Да, мы толерантны. Вы из Кракова? Я из Познани. Конечно, если им тут будет хорошо, если они смогут ассимилироваться в нашей культуре, то не вижу никаких противоречий. И чем больше культурного обмена на сегодня, тем только лучше. Мой Ставим рассказал, что когда он ехал работать в Германию, то его тоже принимали с распростертыми объятиями. Поэтому приглашаю. Пусть приезжают, конечно. Не помешают вам? Нет. А тебе? Будет же больше гуляния и пьянства. Почему нет? Он только и мечтает об этом. Я вообще не живу в Польше, мне похрен вообще. А где живешь? В Америке. В Америке живу. В Африке он живет. Таких черных нет в Америке. Смуглых, блин. Честно говоря, не мешают они мне. Поляки тоже приезжают в другие страны. Если кто-то приезжает к нам, то это для меня совершенно нормально. Прекрасная культура и литература. А если больше русских, будут к нам приезжать жить? Конечно же. Почему нет? Все в порядке? Все прекрасно. Супер. А вам? Полностью согласна. Я скажу вам одну фундаментальную вещь. В течение 70 лет с начала войны русские управляли нами. Были мы такой республикой России. С момента, как право и справедливость пришли ко власти в 2015 году, у нас настоящая свобода. Это правда. Нет у нас КГБшников, нет изменников. Есть изменники. Нет тех, кто работает с Россией под властью Москвы. У нас свое мышление, своя власть, и от этого мы счастливы. Нет с этим никаких проблем. Конечно, пожалуйста. Вы к ним позитивно относитесь? Конечно же, да. Все для людей. Если они переезжают в Польшу, ищут работу, живут, как и мы, то почему нет? Украина пострадала от русских. Они забрали Крым незаконно. У них сейчас такие же проблемы, которые были и у нас раньше. Украина должна быть страной свободной, суверенной. Мы так считаем, и мы им поможем. У нас разная культура. Ну и тем лучше, я думаю. Чем больше людей с разным опытом, тем лучше. Тем станем мы ментально богаче. Тем лучше. Хорошо. Если порядочные люди не доставляют нам проблем, то почему нет? Нормально. А что вы знаете о России? Ничего, не были никогда. А если люди из России, которые хотят приехать жить в Польшу, которые тоже недовольны политической ситуацией в своей стране, то что им делать? Вот это уже совсем другой разговор. Если гражданин России уезжают в Польшу из-за ущемлений, которые есть в России, то, конечно же. Как гражданин России, которого ущемляют в России своей властью, то, конечно, он найдет у нас место. То есть в таком случае вы позитивно настроены на таких людей? Такие люди, которые приезжают в Польшу, права которых были ущемлены, то, конечно же. Потому что Путин так управляет страной, что большинство россиян живет плохо. Вот вся правда. Пускай переезжают, как и поляки. Как мы выезжаем, так и пусть русские приезжают к нам. Нет никакой проблемы с этим. Нравится, что они пьют и хорошо тусуются. О, точно. Тетя так и не рассказала. Объяснила. Расскажи, какую мама хотела вещь из России, за которой даже хотела поехать. Недавно смотрели мы тут. Такие игрушки. Катулки. Нет, куклы, которые вытаскиваешь одну из другой. Как называются? Не помню уже. Матрешки, так? Матрешка. Такая большая кукла, потом поменьше внутри, еще меньше, еще меньше и меньше, да? И это русская игрушка. Теперь уже знаешь о России больше? Я, честно говоря, замечаю, тут больше людей из Украины, а не из России. По статистике стали из России переезжать. Мне это не мешает, я толерантна. И для меня это не проблема вообще. А для тебя? Да так же. Вы из Кракова? Я нет. Я живу в Кракове семь лет. А вы тут как турист? Ну да. О, Господи. А когда 10 лет назад было много поляков в США, и они строили Америку, и ни у кого не было с этим проблем? Нас и сейчас много где есть, и тоже нет с этим проблем. Мы можем, а другие не могут, что ли? Понимаете, о чем я? Плохо только, если приезжают и создают нам проблемы. Вот тогда можно обсуждать. А если нормально, то почему нет? Не мешают они мне. Не имею ничего против. Нормально. Я знаю, какая там сейчас ситуация, довольно тяжелая. Еще сейчас с этими выборами, которые идут. Мне не мешает это вообще. Да нет никаких проблем с ними. Русский язык очень хороший и простой язык. Не переживай, все будет хорошо. Я знаю, у нас похожий язык. Работаем мы вместе. Думаю, они тоже тут найдут что-то для себя. Когда-то моя знакомая спрашивала, нравится ли русский полякам. И я ей сказала, да. И она мне, ой, как хорошо, мой сын собирается туда ехать учиться. И он, конечно, тут найдет друзей. Будет здорово. Вообще не вижу в этом проблемы. Если они позитивно настроены и не будут бы длить, то, пожалуйста, приезжайте. Хорошо поделиться этим видео в соцсетях, дабы избавиться от синдрома осажденной крепости. Я прошу, ход ненадолго, грусть моя, ты покинь меня.